Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для садоводов и огородников. Сегодня я пришла полить петунию и сделать у некоторых сортов второе прищипывание. И сейчас сразу хочу вам показать, как это делать и рассказать, когда, в каких случаях нужно второй раз прищипывать петунию и нужно ли это делать вообще. В следующем случае, сейчас поступает много вот таких просьб или вопросов рассказать, что делать. Вот зацветают петунии, даже у некоторых заваливаются на бок, вот видите, у меня тоже вот это завалилось. Можно ли обрезать цветки, обрывать и что с ней делать. Вот я, когда у меня петуния разрастается и заваливается на бок, делаю второе прищипывание. Если первое, я вам сейчас покажу, если первое прищипывание мы делаем просто, вот он у нас вырос высокий, удаляю вот эту верхнюю часть, вот такой кустик остается и все. Это обязательное условие для тех, кто растет в один стебель. А второе прищипывание нужно делать только в том случае, если куст ведет себя вот так. Вот видите, он разросся и вот эти большие длинные стебли, даже вот которые расцвела, они заваливаются. Тогда я их тоже удаляю. Но я удаляю, жду вот сейчас, чтобы расцвели, чтобы собрать вот эти вот дорогие сорта, которые махровые, которые я не могу семенами размножить. Я делаю повторное черенкование. Они еще у меня укоренятся. Делаю так же, по тому же принципу. Наполняю стаканчики предварительно грунтом. Грунт должен быть рыхлый, влажный. Удаляю нижние, с нижней части листочки и заглубляю туда. Все, я заглубила, полила и буду только опрыскивать. Сверху стаканчиком не накрываю, потому что нужно следить, открывать, закрывать, проветривать. У меня большой объем, я не успеваю. Поэтому мне легче или полить ежедневно, или опрыскать. Вот в таком случае, когда кустик заваливается, нужно обязательно сделать второе прищипывание. Вот эта прищипка поможет сформировать вам шарообразный, круглый, красивый кустик. Он сейчас, вот оставшиеся вот эти листики из пазух начнут вырастать, пасынки. Он округлится и вы как раз дотянете до того времени, когда можно будет высадить в открытый грунт. У нас еще очень рано. Но некоторые сорта есть умницы, которые не надо прищипывать. Вы вообще видите, как она выросла, разложилась розеточкой-звездой. И все, ей не надо никакой прищипки, все у нее пасынки, они вот у нее, видите, огромное количество пасынков. Все сидят и ждут, когда их высадят в большую емкость, и они сделают такой шарик. Вот эти, конечно, я не трогаю, не прищипываю ни первый, ни второй раз. Не буду использовать черенки тех сортов, которые я собираю семена сама. Вот этот сорт, он дает семена, мне не надо много таких черенков, я их не буду ни прищипывать. И даже если буду прищипывать, буду просто выбрасывать. Собираю только те, за которые отдаем в магазине большие деньги. Это вот все махровые сорта, гибридные. Вот это альба тоже, она мне семян не дает, они не вызревают у нас. Вот все сейчас пройдусь, которые гибриды, вот эти разрослись, я все их прищипну еще раз, все воткну в стакан, и этим самым я увеличу поголовье вот этих дорогих густомахровых сортов. Они мы высаживаем в начале июня, в конце мая, они за месяц все укоренятся, и будет еще дополнительно очень много махровых цветов. Все. Вот, я немного вкратце рассказала, в каких случаях мы делаем вторую прищипку, и всем ли она нужна. Вот некоторые, вот у меня, например, один раз я уже прищипнула, видите, вот колышек посредине. И вот эти разошлись пасынки, уже такие длинные, что они могут завалиться. Лучше их, конечно, посредине прищипнуть. Тогда будем стимулировать боковые вот эти побеги, она будет делаться шарообразной. Прищипывать петунию можно сколько угодно раз, она это любит, она это переносит прекрасно. Это у нее стимулирует вот это разрастание дополнительных побегов, будет очень красивый куст. О петунии у меня очень много снято видеороликов. До свидания.